Всем привет! В базе данных SCP содержится множество информации о самых разных аномальных явлениях. Некоторые из них описаны только текстом, но во многих статьях есть и фотографии. Иногда эти картинки сами по себе рассказывают какую-то интересную историю. На канале уже вышло три видео про такие вот фотографии, так что это уже четвертая часть монстров SCP, попавших на фото. SCP-087 это неосвещенная мрачная лестница, уходящая неизвестно куда и не кончающаяся нигде. Лестница, которая идет вниз бесконечно. По ней можно спускаться сколько угодно долго и не найти ей конца. Спуск будет продолжаться вечно. Сколько игр по ней было сделано и сколько артов нарисовано. Я кстати тоже решил не отставать от этой движухи и добавил в свою мобильную игру по SCP эту самую лестницу. Ссылочка на игру конечно же есть в описании. Загадка лестница уже который год не дает покоя людям. И одна из частей этой загадки это сам монстр, который в ней обитает. Довольно долго не было понятно, что это за персонаж, откуда он взялся и что он там вообще забыл. Да и просто что это за морда такая. Строилось множество теорий, о чем я уже говорил в другом видео. В рассказах, например, была такая версия, что это не материальный охранник девочки. Плач, который слышат во время исследований этого места. И которая на самом деле является основным монстром лестницы. И что летающая маска не дает добраться до нее. Или же напротив. Есть теория, что это существо, которое загоняет людей все ниже по ступенькам. Где их ждет печальная участь. Как его только не рисовали. И в виде летающей улыбки. И каким-то чудовищем в маске. Но каноничный монстр с бесконечной лестницей. Тот, что в самой статье на сайте. Вот это вот лицо, выглядывающее из тьмы. Как по мне, выглядит загадочнее и страшнее всего. И только спустя 11 лет после создания статьи на сайте, мы немного приблизились к разгадке. На реддите появился такой вот пост. Где пользователь сайта говорит, что нашел лицо, очень похожее на сущность из глубин бесконечной лестничной клетки. Само это обсуждение получилось довольно популярным. Настолько, что в него заглянул даже сам, молчавший почти 10 лет автор этого объекта с сайта SCP. И написал, что догадка верна. И существо на картинке справа и монстр с лестницы это действительно одно лицо. Однако автор упомянул, что не помнит откуда его взял. Сохранив некоторую завесу тайны. А может и правда забыл, 10 лет прошло как никак. Появляется это лицо на временной отметке 3 минуты 15 секунд в странном видео. Сделанном в пиксельной манере. Кроме этого лица в ролике мы видим какие-то газеты, в которых говорится о пропавших детях. Что уже интересно, ведь в SCP-087 слышится детский плач. Показывается разбивающееся зеркало. Какой-то человек в капюшоне и в конце концов остров с порталом. Само по себе это видео это демо-сцена для старого компьютера под названием Amiga. Который выпускался в США с 1985 года. Да, есть целая субкультура людей, которые для всяких древних компьютеров делают красивые мультики. Выжимая из древних железок максимум от их возможностей. Ссылка на видео есть в описании. Сюжета там не очень много. Это видео больше как бы говорит. Смотрите, мы даже холодильник так запрограммируем, что он покажет крутую графику. Так что, наверное, искать какого-то глубокого смысла тут не стоит. Но есть одна несостыковка. Дело в том, что эта демо-сцена вышла не в те далекие времена, когда этот компьютер активно использовался. Она вышла совсем недавно, в 2019 году. Но как же так? Ведь автор сказал, что это именно то лицо. Значит, надо поискать точно такое же еще где-то. Немного зарывшись в интернете, я нашел вот такую картинку. И внезапно это скульптура. Да, видео же называется фотография SCP. А это фотография скульптуры, все честно. Скульптура, сделанная австралийским художником Сэмом Джинксом в 2005 году. И да, похоже, автор SCP-087 взял именно ее. Вот он и монстр с лестницей. И да, это очередная скульптура. Сэм Джинкс известен тем, что создает фигуры, которые не отличаются на вид от реальных людей. Кстати, саму эту маску зовут Нил. Так написано на сайте художника. Скульптура-монстр, созданная художником, делающим странные вещи. Где-то я это уже видел. Я оставлю ссылку на сайт художника под видео. Можете посмотреть остальные его работы. Впрочем, куклы, неотличимые от людей, всегда нагоняют какой-то особой сильной жути. Это кажется еще эффектом зловещей долины, зовется. И вот кукла Сэма Джинкса, это максимально глубокое погружение в эту долину. Похожие истории из SCP-617. Этот SCP это забавные существа, похожие на камни с зубами, которые сводят с ума своих владельцев, заставляя их скармливать им в их маленькие пасти. Сначала мясо, затем домашних животных, а в итоге других людей. Пораженный их влиянием человек становится готов на все, даже на самые страшные вещи, лишь бы его питомец смог покушать. Неужто и такие вещи действительно где-то есть? И это не фотошоп какой-нибудь? Оказывается, что да. Более того, камни с зубами есть не только такие, которые описаны в статье про SCP, но и, например, вот такие. Есть не только с зубами, но и с глазами, и даже с такими вот маленькими фигурками людей внутри. Есть даже камень-плеер. Вот это вот действительно гениальная штука. Можно носить в кармане камень с музыкой. Их делает японский художник Хиротоши Ито, который жил в семье камнерезов, в которой древнее искусство создания каменных фигур передавалось из поколения в поколение. Однако в один из прекрасных дней Ито решил, что японские традиционные статуи не особенно путевы, и начал делать кое-что другое. Каменные рубашки, каменное мороженое, каменная вода и, наконец, знакомые нам SCP-617. Зубастые камни, которых он сделал целую коллекцию. То есть да, где-то в музеях современного искусства стоят эти ребята и ждут своего куска мяса. Что хотел сказать этим авторам и зачем он сделал камни с зубами. Единственное, что я нашел по этому поводу, что сам художник просил не искать никаких смыслов, а просто смотреть на то, как круто выглядят зубастые камни. Но, к сожалению, посмотреть на сайте SCP на них уже не получится. Саму эту картинку с сайта фонда недавно убрали. Видимо, опять трудности с авторскими правами. Все знают SCP-173 и историю происхождения самой реальной статуи с картинки. Я ее тут уже рассказывал, но, очевидно, за SCP-173 должен следовать SCP-174. И такой, разумеется, есть. Объект, скрытый в тени той самой известной статуи. SCP-174 это зловещая кукла для представления чревовещателей, которая, подобно предыдущему объекту из этого видео, постепенно овладевает разумом жертвы, начиная общаться с ней на близкие ей темы и заставляя себя любить. Кукла заявляет, что ей очень одиноко и что она хочет найти друзей. Что очень иронично, если вспомнить, сколько внимания получает его сосед по фонду SCP-173. Впрочем, у фотографии SCP-174 нет какой-то интересной истории, в отличие от SCP-173, потому идем дальше. Так, значит, прошлое SCP- это кажется SCP-173. Тот самый объект, на который надо смотреть. Но есть популярный объект, который смотрит сам. SCP-131 это на редкость хорошее существо. Оно игриво и весело. Оно помогает сдерживать того же SCP-173. Ну и вообще, в силу своих скромных сил, помогает всем вокруг. Та картинка, что на сегодня загружена на сайт SCP, это арт, созданный одним из крупных западных SCP-ютуберов Волгуном. И по ней в целом видно, что это 3D-графика. Но как же она тогда попала в это видео? Оказывается, раньше была совсем другая картинка. Причем именно фотография, точно говорю. А вот и она. На ней даже видно какую-то обстановку вокруг. Тем лучше, проще будет найти что-то конкретное. Поиск не занял много времени. И что же это в итоге такое? Очередная безумная статуя какого-то японского художника? Внезапно нет. Оказывается, что это вообще робот. Ну да, робот из Японии. Робот, сделанный компанией Sistek, Аказава, с довольно интересным функционалом. Он предназначен для того, чтобы следить за пациентами в больницах. Он буквально следует за пациентами и следит за ними. Производитель пишет, что он может узнавать лица, Распознавать голос и даже самостоятельно отвечать на вопросы. А его дизайн, как пишет производитель, Призван растопить лед между медицинским персоналом и пациентом. То есть такой добрый робот, который должен помогать людям. Хотя, как по мне, когда за тобой круглые сутки следит такая штука, Можно переехать из обычной больницы в психиатрическую. Но это кому как. Японцам, наверное, норм. Они странные штуки любят. И вы знаете, главное, что это максимально близко к тем свойствам, Что описано в статье SCP. Ведь и там он весь такой хороший и поддерживающий людей объект. Как-то это подозрительно. Неужто это утечка информации? Или наоборот, такое хитрое прикрытие, Чтобы люди думали, что эти существа всего лишь японские медицинские роботы? Вот такая подборочка вышла. Что думаете по поводу всех этих существ? Как вам они? Напишите свои мысли в комментариях. Оставляйте много комментариев. Пишите много комментариев. Я говорю это не потому, что я ютубер. Ваша участь за гроб. А еще, это очень сильно помогает каналу не тонуть среди океана детского контента и челленджей. Всем пока. Пока.